Продолжение следует... 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 Около пяти лет назад начался проект по реставрации И очень хотели успеть к открытию выставки Но пандемия внесла свои коррективы И поэтому, конечно, у реставраторов не было возможности Показать все фрески, расчищенными поздней записи Поэтому у нас родилась новая идея Впервые в истории Эрмитажа, в истории реставрационного дела Показать все фрески в разном реставрационном состоянии Что-то закончили, что-то еще тонируется, что-то расчищается А что-то даже еще не начинали, только изучали Вот теперь обратите внимание, здесь очень хорошо видно Что эта фреска находится в таком промежуточном состоянии Верхняя и нижняя части этой фрески Это уже расчищенная авторская живопись И вдруг мы увидели, что эти колени, например, у Венеры Когда-то не были обнаженными, а они закрывались драпировкой Или, например, посмотрите, какой был размер ступни у Венеры Она была гораздо больше, сделанная уже позднейшим реставратором или художником И когда мы все это убрали, увидели, что ножка более аккуратная Такой степень легко К нему относились по-разному Даже современники Рафаэля К нему относились кто-то его обожествлял Кто-то говорил о нем как о самом великом художнике А кто-то совершенно не воспринимал Например, Себастьяна Дель Пьембо Это ученик и коллега Микеланджело Буонаротти Такой антипод Рафаэлю Он писал о том только в негативном ключе Называл всех учеников Рафаэля И самого Рафаэля Поэтому надо сказать, что и при жизни Рафаэля Не всегда принимали серьезно Особенно ученики и помощники Микеланджело Но и также последующие поколения Вплоть до 20 века у всех мастеров В зависимости от моды и влияния времени Было разное отношение Продолжение следует... Продолжение следует...